Всем привет! Недавно я записывал видео, обещал продолжение нашей серии по поводу финансового управления. Вот сегодня я его продолжаю. На самом деле был некий такой логический перерыв между первой половиной этой серии и второй половиной. То есть помимо моей лени, помимо поездки в Америке, был на самом деле такой логический промежуток. Потому что первая часть это больше действие. Запиши свои расходы, анализируй, понимай, что такое амортизация и примени его в своей жизни, избегай финансовой ямы и так далее. Вторая часть здесь намного больше теория. Поэтому тут несколько видео будут такие в двух частях. Теория, потом практика, теория, потом практика. Мы будем смотреть на теории, такие вещи, как деньги, что такое деньги, что такое ценность вообще на рынок и как это влияет вообще на наши выборы, что является основой богатства. То есть, ну как бы в кавычках, такая тленная человеческая такая понимание богатства. Ну и другие вещи, да. То есть поэтому сегодня будем говорить по бюджетированию и про теорию бюджетирования. Что является бюджетирование. Следующее видео будем говорить по поводу ее применения. Как на самом деле мы в моей семье составляем бюджет, там из чего она состоит и так далее, и так далее. Поэтому сегодняшнее видео такое достаточно короткое будет. Что такое бюджетирование в теории? То есть такое страшное иностранное слово бюджетирование. Я даже не знаю, я даже никогда не смотрел этимологии этого слова. Там слово построение, что-что-то вообще-то куда-то пришло. Но вообще это такая вот идея очень простая. Она берет в свое основание две основные истины. Первая из них это то, что мы как люди, мы достаточно страстные. То есть мы захотели что-то, увидели что-то. И не базируясь на своей нужды, не базируясь даже на своей ценности или даже будущей цели, можем легко впасть там в искушение, приобрести там тот лишний кружок кофе или там те шмотки, которые нам совсем не нужны. То есть тратить деньги, тратить свои средства, тратить свое время, которое выражено в виде финансов. Мы поговорим об этом по поводу больше позже. На какие-то вещи, которые нам совсем не нужны. И потом бюджетирование это берет это внимание. Вторая вот идея это то, что как нам избежать вот этой тенденции нашей покупателей, приобретать то, что нам вообще не нужно. То есть единственный путь как-то сделать это составлять некий план, составлять некие такие финансовые будильники для себя, когда у нас есть здравый рассудок. Именно почему мы заводим будильник с вечера, а не с утра. Это потому что если бы мы начали бы решать во сколько нам вставать, когда уже пора вставать, то мы всегда дадим себе там еще 15 минут, еще 30 минут. И в конце концов опоздаем на работу или опоздаем на какие-нибудь важные вещи. То есть и жизнь так она и пройдет, лежа в кровати. Именно поэтому вечером при здравом рассудке заводим будильник. И поэтому когда у нас есть учет, когда мы сделали первичный, вторичный анализ, когда мы понимаем амортизацию, мы вообще понимаем, что, сколько мы зарабатываем за год, на что мы за последний год потратили свои деньги. Тогда мы можем сделать такой здравый, трезвый, даже некий такой холодный, бесстрастный анализ все свои расходы. Я потратил там x на еду, это вообще нормально или я что-то переборщил? То есть, может быть, я тут на кофе там слишком много потратил? Может быть, я аж на шмотки слишком много потратил? Могу ли я что-то где-то сэкономить? И потом на здравом рассудке составляем весь свой бюджет заранее. Суть бюджетирования это составление вот таких вот, ну такой вот холодный план, когда мы в полном здравом рассудке, да? Суть бюджетирования это потратить заранее все свои зарплаты, все свои заработки годовые, да? Да? Заранее. Помните, мы говорили в начале этой серии, что нужно иметь финансовое управление в рамках года. Не в рамках недели или месяца, а в рамках года. Поэтому, когда мы будем говорить о бюджетировании, мы будем говорить о бюджетировании как минимум как в год, бюджетировании как в квартал, бюджетировании как в месяц и бюджетировании как в неделю. То есть четыре такие аспекта. На самом деле есть бюджетирование дальносрочное, это больше называется инвестиция, и мы поговорим об этом чуть позже. Но в этих четырех планах, временных сегментах, тебе нужно иметь четкий план, четкое видение. То есть годовые затраты, квартальные, месячные и недельные затраты. Потому что очень часто нужно откладывать сегодня то, что понадобится в конце года. И понимать, как это сделать путем амортизации. Допустим, очень часто это связано с машиной, с автомашиной, у кого есть владельцы автомобиля. Незавтра наступает ноябрь, незавтра наступает зима в ноябре. И нужно покупать зимний комплект колес. Если мы откладывали каждую неделю или каждый месяц, как поступали финансы, то нам это легко, легкая такая, небольшая проблема. Но если мы не откладывали для этого, если мы не готовились для этого, то этот затрат внезапно постигает нас и он рушит все наши финансовые планы. Кто-то скажет, Джастас, откладывать каждую неделю, каждый день, каждый месяц какие-то копейки на новый холодильник, через два года, который понадобится, или на колеса. Это вообще страшно, это тяжело. Лучше так, просто катиска катит, покупаем там, что нужно. Я тебе скажу, что это такое бюджетирование называется туши-пожар. Появился тогда пожар и будешь его тушить. Если ты так построишь свою финансовую жизнь, у меня всегда будут сплошные пожары. Ну вот, вчера пока записывал, закончился аккумулятор, батарея села, было, видать, сильно холодно. Сегодня выехал в поселок Топольное, чтобы поработать в интернате, допишу последнее окончание вот этого видео по поводу бюджетирования. То есть, суть бюджетирования это то, что мы признаем, что мы слабые люди, которые падки на всякие страсти. И поэтому мы ставим для себя такие ограничения заранее. Когда мы еще в трезвом рассудке, когда мы в здравом рассудке можем для себя определить, что нужно, что важно, а что все-таки проходящее не нужно. То есть, разбивая свои доходы по категориям, то есть, опять же, суть бюджетирования это потратить все деньги заранее. То есть, раз в месяц, раз в неделю сесть со своими доходами и распределить их конкретно по категориям заранее. Чтобы, когда уже наступил момент конкретных затрат, эта работа уже, в принципе, сделана для тебя. То есть, тебе только нужно механически выполнить план, который начершен. В следующем видео покажу, как мы это делаем конкретно, какую мы используем систему для того, чтобы контролировать себя, держать себя в руках и следовать теми планами, которые, на самом деле, мы обозначили для себя. То есть, бюджетирование это не последствия какой-то жадности. То есть, что вот, я там обогащусь или еще что-то. Бюджетирование это просто, опять же, признание, что я человек слабый и что мне нужны какие-то контроли, какие-то рамки, чтобы себя поставить. Ну, короче, вот, в принципе, все. Не тушите пожары, но стройте системы, которые помогут вам не иметь финансовые пожары, как мы это уже говорили. Вот, и дай Бог, что вы сможете выполнить свои мечты, те мечты, которые Господь ложит вам на сердце, которые у вас есть на сердце. Вот, ну, до следующего раза. Не забывайте, Господня земля. Субтитры создавал DimaTorzok